Полтора года пандемии. Казалось бы, вакцинация идет полным ходом, но увы и ах, статистика в последние несколько дней нас пока не радует. Нужно надеяться на лучшее. С приходом коронавируса мы просто забыли и про другие болезни. Немало центров, в которых работают высококвалифицированные специалисты. Сегодня мы расскажем о центре планирования семьи на базе Республиканского перинатального центра. И сегодня гость нашей программы, руководитель центра планирования семьи Руфина Байчорова. Доброе утро, Руфина. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Руфина Рамазановна, вот вы более 10 лет руководите центром планирования семьи. Вот для многих женщин, наверное, непонятно, что это за центр. Может, они сейчас впервые слышат, что у нас есть на базе перинатального центра нашим, центр планирования семьи. Вот какую роль он выполняет, чтобы было понятно нашим телезрителям? Центр планирования семьи существовал задолго до моей работы в роддоме. Продолжает он существовать и сейчас. За период нашей работы мы там потерпели некоторые преобразования в лучшую сторону, как мне кажется. И помимо того, что я руковожу центром планирования, я являюсь практикующим врачом. Основной функцией центра планирования семьи является сопровождение женского здоровья населения от периода детства до периода менопаузы, постменопаузального периода в том числе. Специалисты центра – это специализированные врачи, то есть обученные за пределами диплома на то, чтобы уметь вести определенные заболевания. Но это в основном сложные нейроэндокринные патологии. И помимо того, что мы акушерогинекологи, мы также владеем еще и дополнительными компетенциями. Специалисты центра – это врач-ювенолог, это доктор, который занимается здоровьем детей и подростков. Это кабинет планирования семьи, или кабинет, в котором помогают рассчитать, когда и как правильно родить здоровых деток. Кабинет лечения супружеских пар с ограниченными репродуктивными возможностями и кабинет гинеколога-эндокринолога. Каждый из специалистов ведет свою группу пациентов и, как я уже сказала выше, обладает дополнительными компетенциями, то есть умеет лечить более, как сказать, усложненную форму заболевания. Ну вот так я бы сказала. Понятно. Вы знаете, сейчас, наверное, многие женщины, особенно такого пожилого возраста, скажут, да вот мы чуть ли не в поле рожали когда-то, и не было у нас никаких центров планирования семьи, а сейчас как бы вот на тебе и центр планирования. Вот как-то женщины были крепче раньше, вот они действительно рожали в поле, у них было, наверное, здоровье другое, да, нежели вот у нынешнего поколения. Вот вы сталкиваетесь-то с пациентками? У нас есть совершенно замечательный профессор, я его цитирую при каждом удобном случае, потому что лекции его я просто люблю всей душой. Он говорил, вот здесь в зале присутствует поколение 40+, но 40 там и лет до 55. Это основа, это основная трудоспособная часть населения. Вот у вас, он говорил, друзья мои, у ваших бабушек было два хронических заболевания, у вас уже 4, а у ваших детей будет 8, 9 и больше. То есть индекс здоровья населения или диагностика стала лучше, или прибавились болезни цивилизации, так называемые, или же получились какие-то реализации того и другого, но на самом деле мы носим хронических заболеваний больше. Это первое. Второе. Возможно, рожали в поле. Но репродуктивный возраст начинался очень рано, практически с пубертата. Мы знали случаи, когда в 14 лет девочку забирали из дома. Сейчас же в моде, наоборот, так называемое отсроченное материнство. Женщина для начала, ну не то чтобы она становится на ноги, она утверждается. Включились определенные экономические реалии. Люди хотят своим детям дать лучшее. И поэтому стремлений, желаний у людей много. Женщины становятся экономически независимыми, имеют определенные карьерные виды. И когда реализовываются все дела, очень часто женщины, ну не то что вспоминают, вот понимают, что они готовы к материнству. И вот тогда уже наши услуги, центра планирования семьи, и в частности кабинета по лечению пар со снижением фертильной функции, или там кабинета планирования семьи, они очень бывают кстати. Потому как мы, постоянно специализируясь, умеем лечить состояния, которые сопровождают женщин нашего века. Сказать, что крепче, ну может быть вынесли больше. Я думаю, наши даже крепче. Ну сейчас женщина может и в 40 рожать, и в 50, и в 60 столько случаев, да? Да. И есть возможность как бы для этого, все есть. Скажите, вот обязательно ли нужно посещать ваш центр? К примеру, вот молодая пара, да, только что поженились. Вот они даже не знают, что он существует, этот центр, ну сейчас узнают. Они должны, вот они планируют ребенка, они должны в первую очередь прийти в ваш центр, или это не обязательно делать этого? Вы знаете, я недавно читала одну статью замечательную, где было написано о том, что здоровье ребенка закладывается до его рождения, на этапе планирования. То есть, как я уже сказала, молодые люди, ну в результате там гиподинамии, может быть в результате какого-то цифровой такой загруженности, да, когда они отрываются от смартфонов, когда они занимаются физическим каким-то трудом. Ну, к сожалению, не очень здоровы в плане репродукции. Поэтому сформировать правильные пищевые привычки, сформировать правильный образ жизни, это я говорю в плане подготовки к материнству, сформировать определенный баланс витаминов, микроэлементов, минералов в организме для того, чтобы дать этой новой жизни весь набор, из которых формируется человек, да, чтобы женщина не была в дефицитах. Мужчина, конечно же, тоже. То вот мое мнение, как врача, который очень много лет практикует и уже лечит мам, уже лечит детей, тех мам, которых лечил когда-то, однозначно да. Подготовка к беременности или прегравидарная подготовка – это важнейший этап, это профилактика пороков развития, это залог того, что родится желанный ребенок в желанное время. И это залог того, что женщина не вступит в какие-то моменты, когда она столкнется с беременностью непланированной. Ну, то есть тут очень много функций, и о них, если начать говорить, то я же говорю, надо начинать с детского возраста и продолжать до менопаузального. Ну, получается, наверное, к вам должны обращаться не только женщины, но и как бы супруг должен вместе со своей женой приходить вместе, да, к вам на прием. Потому что зачастую говорят, вот почему женщина не может там забеременеть, а вот у нее, наверное, там патологий много, да, а может быть причина все же в мужчине. Наверное, бывает такое, что они вот вдвоем приходят к вам? Или у нас такой менталитет? Ну, нет, почему? Знаете, статистика вещь упрямая. И у нас совершенно четко есть дифференцировка, бесплодие такое-сякое, сочетанное, мужское-женское. И поэтому скажут, что мужской фактор не существует? Нет. Он существует очень много. Если в начале моей карьеры, ну, процентов 20 мужчин имели фактор бесплодия, да, то сейчас я могу сказать, что процентов 50. И опять-таки, то ли диагностика улучшилась, то ли здоровье ухудшилась, то ли и то, и другое вместе взятое. Но на самом деле, да, мужчины на прием приходят. Поначалу, ну, стеснялись, а потом, наверное, мы уже набрали какой-то рейтинг доверия. Приходят, доверяют, и мы рады всегда видеть супружескую пару, консультируем. Да, ну, ни для кого не секрет. Сейчас, ну, может быть, на мой взгляд, очень много пар, которые все-таки, как бы, не могут иметь детей. И наверняка, в первую очередь, они идут к вам за решением именно вот этой проблемы. И все же их больше, наверное, да, вот, которые все-таки... Ну, они, может, не бесплодны, да, но есть какая-то болезнь, патология, именно причина не увидеть эти две заветные полоски на тесте, да? Понятно. Ну, вы знаете, тема тоже очень большая, обширная, интересная, почему не получаются дети, да? Очень часто бывает, что приходит совершенно здоровая, красивая пара, пышущая здоровьем, молодые люди, не получается. Да, какие-то мелкие проблемы находятся. Находятся и крупные проблемы со здоровьем. Ну, не какие-то катастрофические, а те, которые могут препятствовать зачатию. Но очень часто приходят и люди, которые физически, соматически здоровы. И вот тут я имею право думать о психогенном факторе бесплодия. Сейчас эта тема, мало что она очень популярна, так она еще и на самом деле подкрепляется научными данными. Потому что, что ты не говори, регуляция вся идет из головы. И если какой-то дисбаланс существует эмоциональный или психологический, или прочего генеза, то беременность, конечно, она наступать не будет. Беременность, не зря же говорят, это плод любви. Это любовь. Это любовь к жизни, к партнеру, к себе, к своему телу, к своему здоровью. Вот реализация ребенка. Но сейчас бесплодие не приговор, да? И на помощь приходит ЭКО. Вы тоже этим занимаетесь, готовите, наверное, женщин к ЭКО. Но это будет, наверное, следующей темой нашего интервью. Хотелось бы еще задать такой вопрос. Женщины, как могут к вам обратиться? Женщины и мужчины, семейные пары. Им нужно как-то записаться на прием. Как вот этот процесс рабочий проходит? Ну, сейчас все очень доступно. Во всем помощник интернет, во всем помощник коммуникации, средства связи. Можно позвонить в перинатальный центр, можно через электронную запись записаться. Причем существуют соцсети, в которые ведут свои странички очень многие медицинские учреждения. Если даже вы придете, наверняка, то специалисты центра, мы работаем посменно, бывают на месте, мы с удовольствием всех примем. Да, и главное, что можно, есть у вас детский гинеколог, также можно. Да, ювенолог. Кабинет планирования семьи, кабинет лечения бесплодных пар и врач-гинеколог-эндокринолог. Это тоже очень важный доктор, очень грамотный. Мы зачастую сами приходим со своими анализами, бумагами. Подскажите, научите. Так что да. Руфина Рамазановна, очень интересно вас слушать. Очень интересные темы, которые вот на сегодняшний день очень актуальны, я думаю. Мы встретимся с вами в следующей программе и поговорим об ЭКО. Спасибо большое, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Спасибо, что пригласили. Спасибо.